Эти маленькие изящные собачки похожи на ожившие изображения из древних папирусов или музейных полотен. У них благородная внешность, за плечами многовековая история, а в сердце пламенная любовь к своему хозяину. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы в гостях у Елены Егоровой и ее замечательных питомцев, собак породы левретка, о которой мы и расскажем сегодня. Елена, начнем с истории породы. Левретки – это одна из очень древних пород. Маленьких собачек, мумии, были обнаружены еще в гробнице фараона. Сей факт свидетельствует о том, что левретки существовали еще в VI веке до н.э. и визуально практически не отличались от современных особей. Легенда гласит, что царица Клеопатра подарила несколько маленьких левреток своему возлюбленному Цезарю. И именно так левретки попали в Рим, со временем завоевав огромную популярность в Италии. Родина левретки – это Египет. Но так как левретки наиболее популярными стали именно в Италии, то со временем породу начали называть итальянский грейхаунд. Каково предназначение изначальной левретки, для чего эта собака была выведена? Но я бы сказала, что изначально эта собачка существовала как любимица королей и знати. Ее любили содержать при дворе. Действительно, собаки породы левретка завоевали сердца многих легендарных личностей. От многочисленных представителей рода Медичи до Екатерины II и королевы Виктории. Своё завоевательное шествие эти собаки продолжают и сегодня. У меня много людей приходит к дому. Я могу точно сказать, что эта собака может растопить любое сердце. Какой бы человек ни пришел, как бы он ни говорил, что я не люблю маленьких, мне надо большие. Чем больше, тем лучше. Ни один не уходит равнодушно. Хоть чаще всего левретки и являются домашними любимцами шоу с собаками, не стоит забывать, что это хоть и маленькая, но все же борзая. Левретки очень темпераментные и активные собаки. С ними и сегодня занимаются охотой, бегами, а также различными видами спорта, например, аджелити. Несмотря на всю свою элегантность и кажущуюся хрупкость, в этом маленьком теле очень много силы и энергии. Это не декоративная собачка. Левретки ориентированы на человека и являются своего рода универсалами. Они подстраиваются под образ жизни своего владельца и одинаково комфортно себя чувствуют как при жизни с молодым и активным хозяином, так и при размеренном ритме жизни, например, с пожилым человеком. А еще левретки – долгожители. Они живут до 17-18 лет. Левретка – это очень простая собака именно по уходу. Достаточно периодически протирать шерсть левреточки влажным полотенцем и регулярно чистить зубки и постригать накатки. Это весь уход. Левретки имеют рост от 32 до 38 сантиметров и вес максимум 5 килограммов. По стандарту допустимы три варианта окраса левретки. Черный, серый и изобеловый. Изобеловый – это все тона, начиная как песок на море, темно-темно-песочного, почти рыжий уже. Эти красивые, грациозные, изящные, умные собаки действительно никого не смогут оставить равнодушным. Своей нежностью и бесконечной преданностью они растопят любое сердце и останутся в нем навсегда. Подробную информацию о породе Левретка вам с радостью предоставят в Клубе Куртов Латвийской кинологической федерации.